МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Казахстане значительно снизили сумму штрафов за нарушение правил дорожного движения. Более того, некоторые виды правонарушений с 9 января, то есть с сегодняшнего дня, можно будет оплатить с 50-процентной скидкой. В Казахстане неоднократно обсуждался вопрос о снижении больших сумм штрафов за нарушение правил дорожного движения. 28 декабря глава государства подписал закон об административных правонарушениях. Документ был окончательно сокращен и юридически одобрен. Теперь в большинстве случаев автолюбители смогут отделаться лишь предупреждением. Например, если раньше тот, кто не включал днем фары, оплачивал штраф в размере 11 тысяч тенге, то по новому закону он не будет превышать 7 тысяч тенге. Впервые совершившим предусмотрено предупреждение. Также в два раза сокращен штраф за превышение скорости и парковку в неположенном месте. Кроме того, если за незаконную парковку на месте для инвалидов автолюбители платили 113 тысяч тенге, то согласно новому документу этот поступок будет стоить около 24 тысяч тенге. Смягчили наказание и тем, кто оказывал сопротивление полицейским. Теперь за это они будут вынуждены заплатить 72 тысячи тенге. Отметим, что ранее за такую оплошность водители лишили прав сроком на один год. По словам юристов, новый закон стал более гуманным. Также скидки будут предусмотрены тем, кто оплатит штраф в течение 10 дней с момента получения уведомления. Как стало известно, только система видеофиксации Сергек в Астане была зафиксирована около 35 тысяч правонарушений за прошлый год. Общая сумма штрафов составила более 240 миллионов тенге. Однако, по словам специалистов, статистика нарушений ПТД улучшилась. На Байконере расширит гостиничный фонд. В рамках долгосрочной программы развития города в ближайшие 7 лет будет создана целая туристическая инфраструктура. Планируется строительство гостиниц, смотровых площадок, а также создание безопасных маршрутов на космодром и объекты за пределами Звездного городка. К примеру, иностранные туристы смогут посетить мемориальный комплекс и отдохнуть на озере Камбаш. Кроме того, для удобства гостей значительно упростят процедуры получения визы и разрешительных бумаг. На сегодняшний день сформирован список туроператоров, которые официально будут заниматься организацией поездок на космический комплекс Байконур. В их числе есть и казахстанские агентства. Октябрьская область экспортировала в страны Евразийского экономического союза товары на общую сумму в 964 миллиона долларов. Об этом сообщили в Управлении внешних связей региона. Основная доля экспорта, а именно 96%, отправлена в Россию. Это металлоферосплавы и рельсы, которые произвели на местных предприятиях. Во второй группе нефть, нефтепродукты, хромовые и медные руды. В этом году объемы экспорта будут наращивать по таким товарам, как говядина, свинина, молочная продукция. Качественные продукты питания пользуются высоким спросом в соседней стране. Отметим, общий товарооборот Октябрьского региона в прошлом году составил более 4 миллиардов долларов. Основная доля товаров приходится на Китай, Японию и Россию. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года у нас рост составляет 71%. Это у нас по первую очередь благодаря нашим предприятиям, как Октябрьский ферросплавный завод, Октябрьский рельсобалочный завод. За счет роста производства, за счет роста экспорта этих предприятий у нас вот большое количество экспорта состояло в 2017 году. А в этом году ожидается продолжение экономического роста в центрально-азиатских странах. Об этом и еще девяти важных событиях в предстоящем году в этом регионе сообщили эксперты Казахстанского совета по международным отношениям. Опираясь на данные Всемирного банка, они сообщили, что подъем экономики в среднем составе 2,7%. Кроме того, члены совета считают, что нынешний год станет ключевым в активизации центрально-азиатского сотрудничества при условиях инициатив отдельных государств. Есть шанс того, что президенты Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Кыргызстана впервые за долгое время соберутся вместе. Еще одно ключевое событие – председательство Казахстана в Совете Безопасности ООН. В этой роли Казахстан планирует поднять острые вопросы угроз безопасности стран региона из-за активизации террористических группировок, вытесленных из Сирии. В ходе строительства газопровода «Турецкий поток» уложили уже более 700 километров морского участка по двум ниткам, сообщил председатель правления «Газпрома». По его словам, поставки российского газа в Турцию стали рекордами. «Газпром» экспортировал в республику 29 миллиардов кубометров топлива, что на 2 миллиарда или на 6% больше, чем в 2014 году, когда был установлен максимум в 27 миллиардов кубометров. Глава российской газовой компании отметил, что Турция – второе повеличение импортер голубого топлива из Российской Федерации. Строительство морского участка «Турецкого потока» началось весной прошлого года. Планируется проложить две нитки мощностью по 6 миллиардов кубометров каждая. По первой газ будет получать Турция, по второй будет снабжаться Юг Европы. Первую нитку должны запустить уже в марте 2018 года. Потребление шоколада в России начало расти летом, причем темпы увеличились ближе к осени. В сентябре продажи выросли почти на 18%, в октябре – на 8%. Россия не все меньше отказывает себе в простых удовольствиях, так как рост цен на сладкое остановился, а в некоторых месяцах даже демонстрировал отрицательную динамику. По данным на декабрь 2017 года, стоимость плитки шоколада за год выросла всего на 1% и составила минимум 48 рублей. Это не так много по сравнению с соседними странами. Дешевле шоколад стоит только в Беларуси. Здесь плитку местного производства можно найти за 50 центов. Самый дорогой шоколад в Молдове – полтора доллара за 100 грамм. США сокращают финансирование Пакистана в сфере безопасности. Об этом было объявлено накануне. Причина, как объяснили в Государственном департаменте, недостаточность мер пакистанских властей, которые те принимают в борьбе с террористическими группировками, действующими внутри страны и за ее пределами. Речь идет в частности о движении «Талибан». Ранее США уже заморозили выделение Пакистану 255 миллионов долларов в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. При этом пояснилось, что в отдельных случаях из введенных мер Америка может делать исключение, если это будет отвечать интересам ее национальной безопасности. До тех пор, пока пакистанские власти не примут решительных мер противодействия «Талибану» и другим террористическим организациям, которые мы расцениваем как фактор дестабилизации региона и угрозу безопасности американским гражданам, мы замораживаем поддержку и финансовую помощь Пакистану в этой сфере. Главный дипломат Евросоюза Фредерико Магеррини завершила двухдневный визит на Кубу. Она находилась там для укрепления экономических и политических связей с Карибским островом. Нынешняя американская администрация движется в сторону похолодания отношений с Гаваной. Евросоюз же, наоборот, отменил все санкции и в декабре 2016 года подписал с Кубой первое соглашение. Теперь ЕС обещает подписать еще ряд соглашений в энергетической, сельскохозяйственной и культурной сферах. Магеррини также провела встречу с министром иностранных дел Кубы. По ее словам, на остров вскоре прибудет делегация Европейского инвестиционного банка. Кроме того, в феврале в Брюсселе состоится первая совместная встреча по укреплению связей между ЕС и Кубой. Отметим, Дональд Трамп после прихода к власти решил частично отменить соглашение с Кубой, которое подписал его предшественник Барак Обама. По мнению нынешней администрации, кубинские власти по-прежнему продолжают нарушать права человека и преследовать собственный народ. «Скоро мы подпишем новую программу по кооперации объемом 18 миллионов евро по использованию возобновляемых источников энергии. Еще одна программа объемом 21 миллион евро коснется ресурсосберегающего земледелия. Кроме того, мы собираемся расширять программу культурного и экспертного обмена объемом 10 миллионов евро». Рынок труда в США встретил Новый год менее оптимистично, чем рассчитывал. Создание рабочих мест в декабре замедлилось на фоне снижения уровня занятости в сфере розничной торговли. Впрочем, повышение месячной зарплаты указывает на общий рост и рынка труда, что может дать зеленый свет для повышения процентной ставки Федеральной резервной системы в марте. За весь 2017 год в американской экономике были созданы 2 миллиона 100 тысяч рабочих мест, на 100 тысяч меньше, чем в 2016 году. Наибольший подъем переживает сельское хозяйство. Здесь в декабре количество рабочих мест увеличилось на 148 тысяч, как говорится в последнем сообщении Министерства труда. Наихудшие показатели отмечены в торговле. Не забывать о верховенстве закона в борьбе с терроризмом. С таким призывом президент Франции Мунайль Макрон обратился к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану. В ходе встречи лидеры Турции и Франции обсудили двусторонние отношения, в том числе экономические, вопросы безопасности в связи с угрозой изламского терроризма, вопросы сирийского урегулирования и вопросов вхождения Турции в Европейский союз. По вопросу вхождения Турции в ЕС, президент Эрдоган объявил, что он так и не получил ответ о том, когда это может произойти. Обе стороны заявили о приверженности единым принципам в вопросах борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского конфликта. Но Макрон скептически отозвался об астанинском мирном процессе и об рано-российско-турецком соглашении, достигнутом в Сочи. По итогам переговоров было подписано несколько соглашений, в частности, о приобретении авиакомпании Turkish Airlines 25 самолетов-аэробосов. Длинные очереди образовались у супермаркетов столицы Венесуэлы. Президент страны распорядился, чтобы магазины снизили цены до уровня, который был месяц назад. При нынешней гиперинфляции это существенное удешевление. В результате тысячи человек устремились за покупками, но некоторые супермаркеты решили просто не открываться. 31 декабря прошлого года Мадуро объявил о повышении минимальной заработной платы на 40%. При этом большинство экономистов говорит, что правительство фактически создает порочный круг, который приведет к катастрофическим последствиям. Особенно если учитывать, что Венесуэла страна с самыми быстрорастущими ценами в мире. С января по ноябрь прошлого года цены выросли на 1369%. Такие данные приводит парламент страны, который находится под контролем оппозиции. Предположительно, за весь год этот показатель составил 2000%. При этом власти Венесуэлы больше не публикуют данных об инфляции на регулярной основе. Чтобы предотвратить повышение цен, Мадуро систематически повышал минимальную зарплату. Однако из-за быстрорастущей инфляции и обесценивания национальной валюты миллионы венесуэльцев оказались за чертой бедности. Средняя зарплата в Венесуэле сегодня составляет около 800 тысяч боливаров в месяц. Это чуть более 7 долларов США, если считать по широко используемому курсу на черном рынке. Частично ее выдают талонами на продовольствие. Миллионы жителей страны по-прежнему не могут себе позволить даже трехразовое питание в день. Последнее повышение минимальной зарплаты, как предполагается, еще больше простимулирует рост цен. Оппозиционные политики говорят, что нежелание Мадуро отказаться от экономической модели, основанной на жестком контроле со стороны государства, принесет еще больше бедствия в текущем году. Ситуация усугубит также чрезмерное печатание денег. При этом Мадуро обвиняет во всем других. В своем недавнем получасовом обращении он сказал, что местные иностранные СМИ распространяют пропаганду и что внешние враги совершают нападки на Венесуэлу в попытке ослабить национальную валюту и саботировать ее нефтяную промышленность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА